СТАЛКЕР КОТОРЫЕ ВЫ ВОЗМОЖНО НЕ СЛЫШАЛИ УСТРАИВАТЬСЬ ПОУДОБНЕЕ И МЫ НАЧИНАЕМ СЛЫШАЛИ? Группа Вильнова вернулась. Луговой умер от кровоизлияния в мозг. Остальные в реанимации. Гавно в общем. Степанов под капельницей успели вывезти. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактом сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалий. Чего-то типа инкапсулированных. Какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место. Клевое. Артефакты, вроде бы нычка чья-то. Подхожу, значит. Толкнул я дверцу. Закрыто. Что такое? Еще раз. Опять закрыто. Я, значит, ее стерву открываю. Она, стерва, сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну, что ж. Полез в окошко. Внутри отдышался. Поправился чуть. Пошел смотреть, кто это с дверью баловал. А там комната большая. В ней стол стоит. Длинный такой. Как шоссе. А у стола стол стоит. Высокий такой. Как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке. А шеха пошло. Ты кто спрашивает? Я говорю, Ваня, я тутошный. Меня тут каждая собака знает. Тут снова зашептало. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю. Так это ж, зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. А она у меня говорит, ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как? Ну, если нет водички, ну так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно. Или тварь какая тутошняя со мной заговорила. Или белая горячка, а пора из зоны сматывать. А она говорит, ты погоди, Ваня, останься. Дело к тебе есть. У меня ноги к полу приросли, не подвинуть. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так. Я тебя почти не чувствую. Чего я это спрашиваю? Мне надо чувствовать, не надо меня чувствовать. Это опять. То-то и оно, что надо. Я таких, как ты, за двести метров чую. А тебя вот только перед самой дверью, да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Какое у меня оборудование? Говорю, нет у тебя ничего. Фонарик вот, двустволка старая. Вот и все оборудование. У меня, гражданин начальник, ничего такого сроду не бывало. Оно говорит, ты мне не ври, Ваня. Я тебя насквозь вижу, не доводи до греха. Я говорю, да ей Богу, нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашевелилась. Все, что в карманах было выползать, начало само по себе. И главное, чекушка заветная туда же. Ну, думаю, гады, не. Родное вам не отдам. В дахаты целый день топать, но я ж не доживу. Вцепился я в бутылку, вот дитё. Моё это добро, гражданин начальник. А бутылку, как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Ну, думаю, падлы, не видать вам моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Три глотка еле сделал, не идёт. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот. Ну, значит, глотнул я ещё раз пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут-то меня отпустило. Ей вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Хех. Никуда, гражданин начальник, не пропал, говорю. А сам потихонечку отползаю. Оно опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня, тварь, из виду. Кикать надо. Кое-как поднялся на ноги. Всё качается. Как балкер в девять баллов. Подхожу я, значит, к окошку. Гляжу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. Шепотят проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, всё равно достану. Достану. Так вот. Выскочил я, значит, из окна. И ходу. Вещи, ружо, всё там осталось. Как я пьяный из зоны выбрался, бог весть. Но теперь оттуда не ногой. В тот райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может, лучше к учёным. Давно сторожем звали. Ржо, фуфайка. Все вещи пропали. Куда же так? Сука. Вот такое со мной приключилось. Полтора года назад один сталкер, Костя Федорович, может помните, Наткнулся на артефакт. Щебёнка к щебёнка. Но он его не выкинул. Вот чуйка такая у него была. Таскал зону с собой, как талисман на грудном кармане. Парни, которые вместе с ним ходили, говорят, что зона его любила. Пускала далеко. Но как потом оказалось, не очень. На радаре и он пропал. Вот интересно, а кто теперь артефакт подобрал? Френ его знает. Кстати, слышали? Говорят, что всё, что происходит в зоне, имеет неземное происхождение. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Молодые твари готовят плацдарм для вторжения. И разрабатывают планы. Здесь, в зоне. Как на полигоне. Говорят, например, что артефакты – это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. И можно в это, конечно, не верить. Но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. Но кто реально видел здорового уме сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат что-то, слюни пускают. Вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то своё защитное, которое стирает мозги. Как наждак. А? Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя. Случаются такие кошмары, что можно и не проснуться. Кто-то от разрыва сердца во сне коней двинет, а кто и просто крышей поедет. Но! Говорят, если приспичит, поспать значит, то на голову надо надеть шлем с сеткой из тонкой проволоки. Всё обойдётся. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то только съёмники на них приделаны. Чуваки! А кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях глубоко в зоне? Говорят, до сих пор работают. Как там смогли выжить люди после взрыва неизвестно. Без припасов, энергии. И возникает вопрос. А люди ли там работают? Или, может, точно инопланетная хрень там сидит? Я тут с Типком общался. Грит в сам лаборатории не видел. Но как-то словил он странные переговоры по рации на Янтаре. В них о какой-то лаборатории речь шла. А один чувак ему клялся, что видел какую-то полупрозрачную фигуру в скафандре, типа сталкеровского. Но более навороченного. И эта фигура ему сказала, чтоб валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. Но парень пересрал, понятное дело. Он такого в глаза раньше не видел. Правда, он утверждал, что было это на радаре. Ну, вы понимаете. Так что вряд ли, правда, конечно. Но я вот думаю, что если в момент, когда зона рванула, что если она этих людей перевела в какие-то энергетические сущности? Типа новые люди. А? Вот такие жуткие истории рассказывали друг другу сталкеры до того, как открыли дорогу через радар. От таких историй действительно бегут мурашки по коже. Я надеюсь, вам понравилось.